Сейчас мой автомобиль находится в федеральном розыске, находится под арестом, нарушаются мои конституционные права, а именно часть 2 статьи 35 Конституции Российской Федерации, то что каждый гражданин вправе иметь имущество, пользоваться, распоряжаться им. Был гражданский процесс по иску Дерягиной 24 апреля состоялся, где Дерягиной отказали в исполнении иска, в истребовании автомобиля. Меня признали законным собственником и добросовестным приобретателем. После этого Дерягина обжаловала решение суда в апелляционной инстанции. В это же время, пока суд еще не состоялся, Верховный суд Республики Башкортостан в городе Уфе, 17 числа приехали оперативники вместе со соборовцами из Удмуртии на место моей бывшей работы, к моим родителям. Всякими угрозами ставят, чтобы я явился и передал им автомобиль требовать. Мне было страшно, поскольку родители увидели, говорят, приехали на тонированной газели, сидели четверо соборовцев, два оперативника. Методы работы и данных людей понятны. Смысл приезжать им к лицу, который не является ни подозреваемым, ни кем, просто бессмысленно, если как не запугать и отнять. В соответствии с российским правом, изъятие добросовестного приобретателя автомобиль возможно только в том случае, если у первого собственника он был похищен, угнан путем мошенничества, мошенническим путем, да, это путем обмана, либо другим образом похищен, там, в результате разбойного нападения, там, и так далее. Во всех остальных случаях имущество, в том числе, вот в данном случае автомобиль, остается в собственности у добросовестного приобретателя. И вот в ряде регионов внедрена такая схема, когда уже после продажи автомобиля вторым лицом, третьему лицу, незаконно возбуждается уголовное дело, в схеме участвуют сотрудники полиции, уголовное дело возбуждается только с целью изъятия автомобиля у добросовестного приобретателя, потому что в ходе расследования очень легко наложить арест, следователи с оперативником выезжают к новому собственнику, изымают, пользуясь, как правило, правовой безграмотностью людей, изымают, пугают ответственностью за скупку краденого, и гражданин, как правило, перестает предпринимать какие-либо меры. В дальнейшем что происходит? Автомобиль изъятый продается еще раз, то есть человек с помощью сотрудников полиции один автомобиль продает два раза, а уголовное дело в отношении подставного лица потом либо прекращается, либо в суде он получает символическое наказание. Схема распространена по всей стране. В чем ее опасность? Опасность в том, что когда человек покупает автомобиль, то есть вот этот третий добросовестный приобретатель, ни в каких базах он еще не значится как похищенный, угнанный там и так далее, потому что заявление рождается уже потом.